Итак, напомню, что мы с вами говорили о изменении перспективы. Первые 200 лет философии — это то, что Аристотель описывает как искание физиологов. В основании физический мир, материальная структура, космос как материальное целое, и спрашивание о принципах и причинах этого целого. И вместе с платоновской философией происходит перемена взгляда. Путь к реальности — это путь внутрь себя, в глубины своего духа. И сейчас, поскольку у нас история философии, а не просто философии, я должен еще раз напомнить терминологически, как это выглядит. Чтобы у нас не было русский язык, он немножко хаотичен, в отличие от греческого и латыни. Когда Платон употребляет определенные слова, они имеют четко фиксированное значение. Итак, использует он активно всегда термин «псюхе» — «душа». Я буду через знак равенства второй час, чтобы вы так не проваливались. Знак равенства — это на другом языке, на латыни. Нам более понятно латынь, чем греческий. Это анима. Мы говорим «анимация» и так далее. Анима — это душа. Здесь греческий, здесь латынь. И употребление слова «душа» очень часто в диалогах Платона сбивает, потому что часто греческий язык такой, что в нем спрятаны другие значения. Поэтому слово «душа» часто употребляется как именно тот центр, к которому продвигается Сократ, прощупывая собеседника. «Центр души» чаще всего обозначается как «дух» или «ум», по-гречески «нос». То, что можно по латыни очень отдаленно перевести как «интеллектус». Ну, видим, что уже традиция латинская переводит это в чисто интеллектуальную сторону. А это неправильно, поскольку «дух» по Платону — это больше, чем интеллектуальная способность. «Нус». И изначально этимология этого слова связана с непосредственным восприятием. Я говорил этот сюжет, Барбара Кассен в словаре своем хорошо это описала. Впервые этот глагол, связанный с этим словом, появляется в «Одиссея Гомера», когда пёс старый узнаёт вернувшегося домой Одиссея, который замаскировался, чтобы посмотреть, как тут жена живёт, чем она занимается, чтобы так вот инкогнито вступить. А там женихи ухаживают за ней. Это знаменитая сцена женихи вокруг Пенелопы. И его узнаёт только пёс верный. Узнаёт его, и там он использует глагол. Как бы унюхал своего хозяина, узнал его. То есть вот это вот древнее значение слова «нус» — это буквально восприятие безнепосредственное. Но у Платона оно становится техническим термином, обозначающим духовную, познавательную, мыслительную деятельность. «Нус». Какие английские слова? Андрей Ильич, ещё интересно, что в «Одиссея» в первых строках есть слово «ностос». И некоторые авторы тоже соотносят эти два слова «ностос». «Нностос» — это возвращение домой. И «ностос» — это движение, если я это движение не воспроизведу, то корень, 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 корень. А потому что, ну, я не хочу здесь, вот когда мы где-то вдвоём-втроём соберёмся, будем наворачивать уровни, сейчас мы не можем усложнять. Но я скажу, что у Платона, а потом у неоплатоников, вот эта деятельность связана, поскольку зная себя, опознай самого себя, то мышление действует, а Платон у нас был геометром, математиком, и он определяет те движения, по которым действуют законы духа. Это круговые движения. Круговое движение — это значит возврат внешнего мира в глубины духа. Когда мы познаём что-то, мы как бы выходим из себя и возвращаемся к себе. Любой мыслительный процесс, когда я захватываю сознанием эту чашку, я его вижу, что она стоит на столе, я опознаю, что стол стоит на полу, это часть аудитории, часть пространства, и дальше выстраиваю, выстраиваю, выстраиваю. Но всё это действует в мой дух, который постоянно возвращает мне элементы мира, я всё время вкладываю в целостность мира, всё, что я захватываю. Точно так же действует по Платону мировой ум или мировое сознание. Это можно перевести как сознание также. Мировое сознание — божественное сознание. Это некая сила, которая постоянно возвращается к самой себе. Давайте добавим ещё культурологии. Вот это потом будет вне Платонизме развиваться как учение о интеллектуальных богах, которые вращаются вокруг главного принципа всего. И вот эта иерархия богов разных уровней вращается разными типами движения. Христианских авторов это так поразило, что такой автор, как Денисий Репагид, включил это в христианскую ангелологию. Ангелы стали пониматься как чины, которые вокруг Бога описывают разные траектории движений. Наиболее ангелы высших полков армейских ближе всего к Богу, к световой точке, а ангелы низших полков дальше. И если бы мы геометрически представили трактат Денисия о небесной иерархии, то есть об ангелах, мы бы выписывали различные движения, различные эллипсы, очевидно, или какие-то другие движения, которые вращаются вокруг божественного первопринципа. И именно эту схему Данте в раю, в третьей части рай, описал, когда сам Данте восходит с Беатричи к Богу, и видны вот эти божественные ангельские чины. Вот все это, что я вам кратко описал, читайте о небесной иерархии Денисия, читайте третью часть божественной комедии, но знайте уже при этом, обогатившись новым знанием, что это исток в Платоне, что это природа жизни сознания. Сознание по Платону живет вот этими возвратами к себе. Вот как вы говорите, возврат, Одиссей возвращается к самому себе, это действие ума, сознания. Сознание постоянно возвращает, если оно правильно действует. Там интересно, что он знал много носа, когда он путешествовал, но вот и потом употребляется в конце концов нос. Но как бы его носа был сохранен. Сохранен, удержан. Теперь на другие языки, по-английски перевод. Дело в том, что новые языки уже не знают, есть ряд вариантов. Немцы передают слово «ну» с термином «гайст», «дух». За этим идет также французский язык «эспри», тоже «дух». В неоплатонических переводе, неоплатонических тракатов «эспри» от «спиритус» в латинской. « Спри» — это «спиритус». А с английским языком сложнее, поскольку есть несколько претендентов. Это может быть интеллект, и это может быть understanding. В переводе «государство» Платона высшая интеллектуальная деятельность описывается этим субстантивированным существительным, то есть пониманием мышления, understanding. Но поскольку английских переводов много, там могут быть разные версии. Я говорю наиболее такие канонические переводы на английский язык. То есть мы видим, что можно перевести как интеллект, а можно как understanding, а можно фактически переводить еще и по-другому. Но в основном эти слова. У нас проблема с переводами, поскольку перекладаемо як дух, як ум, интеллект и по-русски. Все кто как хочет, так и переводит. Поэтому для нас, философов, важны тексты оригинала, чтобы мы знали, о чем там идет речь. Если у вас нет текста оригинала, хотя бы смотрите. Ну, если трудно читать, можно хотя бы посматривать. Это вот я вам такую забрасываю игру всегда. Читая великих мыслителей, важно заглядывать в оригинал. Не обязательно, чтобы вы знали этот язык, но очень важно и большое удовольствие взять двуязычного Платона или Канта или какого-то Джона Лока и посмотреть, а как же это у него. Вот в по-русски так переводят, а как же в оригинале. И как только вы увидите, как в оригинале, это необычайное счастье вас охватывает и гордость. Вы установили факт оригинального звучания слова. И потом вас никто уже не сможет увлечь более интересным занятием. Правда, интересно? Или как мы смотрим какой-то фильм, я вам сейчас вот, ну, если вы устали, недавно был материал, вчера я читал интересный материал в BBC. Там один автор рассматривает, поскольку советская литература, советские авторы переводили британскую классику и даже политическую терминологию. Например, палата общин, почему судорение на первый слог. На самом деле в английском варианте это палата, противопоставленная палате лордов. Это не палата общин, а просто палата, то есть народная, простых людей. Но в нашем языке прижилась палата общин. Неправильное ударение, вообще непонятно, что оно означает. Но самое интересное было с моим любимым романом «Остров сокровищ». Николай Чуковский, сын Корнея Ивановича Чуковского, перевел, мы в детстве все читали, и там и знаменитая песня пиратов. «Пятнадцать человек на сундук мертвеца, йо-хо-хо и бутылка рома». И там что, дьявол тебе доведет до конца, йо-хо и бутылка рома. На сундук мертвеца. Ну, очевидно, Николаю Чуковскому подсказало то, что Билли Бонс пришел с большим сундуком, а там была карта и так далее и тому подобное. Но поскольку английское слово означает и сундук, и скелет, или грудная клетка. И поскольку Стивенсон читал хроники и воспоминания Дрейка, других пиратов, то в этих воспоминаниях фигурировала история о том, как друзья пирата убили своего друга пирата. И капитан, чтобы их наказать, высадил их на небольшой необитаемый остров вместе с трупом убитого друга. Не оставил им еду, но сгрузил им большое количество рому. Тем самым обрек их на очень страшную медленную смерть. С телом. Они должны были есть тело убитого друга. Выпивая этот ром. Поэтому песня «Пятнадцать человек» на скелет мертвеца. И бутылка рома у каждого. Там, наверное, много бутылок. Смысл другой, согласитесь. И вот так вот во всем я вам сейчас показал аналогию, как важно читать философские тексты оригинала, проиллюстрировав это из другой сферы, из сферы литературы. Мы думали все детство, что это сундук мертвеца, а это оказывается более страшной историей. В философии еще более страшной истории. Вам главное к ним причаститься и найти тексты оригинала. Они есть все в интернете. Есть более страшное писанное слово, но это еще переведено. Ну вот, надо знать оригинал. Это совсем меняется. Теперь я… Это мой первый шаг. И сейчас я хотел бы поговорить о специфике текстов диалога. Есть ли еще вопросы? Вот вы отдохнули, кофе выпили, и включился мозг. Мозг включился, возникли вопросы. Вопросы просятся в публичную сферу. из того, что я вам рассказал. Давайте, помедитируйте минуту. Я не вижу, есть руки. Да, вот. Получается, незнание – это высшая форма познать. И какие предпосылки, когда человек к этому подходит? Когда она нажимается, это незнание. И точка, да? Вот вопросительный знак – точка. Ну что, так вот. Я жду, чтобы не перебивать вас. И мы смотрим друг на друга внимательно. А в лекции 7 прошлого года я об этом рассказывал, чтобы не повторяться. Но поскольку вопрос прозвучал, еще раз это попытаюсь озвучить. Кратко. Немножко с другими словами. Сократа судят за введение новых богов и развращение молодежи. Именно в этом диалоге апология Сократа описывается процесс и защитная речь Сократа. Когда мы вчитываемся, мы понимаем, что Сократ, наоборот, восстанавливает против себя судей. Он начинает защиту так, что когда-то мой друг Херифонт поехал в Дельфы, чтобы спросить Бога, кто самый мудрый из людей. И Бог устами, естественно, пророчицы в Дельфах сказал, что самый мудрый – это Сократ. И Херифонт вернулся в Афины и передал то, что Бог Аполлон сказал о нем Сократе, что ты самый мудрый из людей. И Сократ говорит, что мой свидетель, Бог, который в Дельфах, он в суде, Бога Аполлона призывает свидетелей. Ясно, что ропот суда, все недовольны, это святотатство. И дальше Сократ продолжает эту историю. Он говорит, я не поверил Богу, поскольку не считал себя самым мудрым. И начинает свою историю служения. Он идет к мудрецам, к политикам, к ритерам, к людям, считающимся авторитетами. Беседа его с этими людьми показывает, что у них мнимая мудрость, что они не мудры, но об этом не подозревают. Тогда он пошел к ремесленникам, людям каких-то профессий, которые также что-то умели, были мудры в чем-то, потому что по-гречески София — это мастерство в чем-то. Сегодня мы говорим, для нас мудрость — это что-то слишком высокое. Для греков — это просто мастерство, быть мастером в чем-то. Так вот, они были мастерами в своих делах, там, горшечник, сапожник и так далее, но они не видели свою ограниченность. Они думали, что раз они могут делать горшки, значит, они могут судить о чем угодно. И тогда Сократ первый шаг сделал. Он сказал, я понял, что хотел сказать Бог. Бог пользуется моим именем только лишь для того, чтобы показать всем, что из вас, люди, мудрейшим оказывается тот, кто знает свое незнание. Поскольку все люди, другие, не подозревали о своем незнании. И здесь начинается великий процесс истории духа, западной философии. Получается, что Сократ описывает свое служение, а он говорит, что Бог Аполлон призвал его служить афинянам. Бог его призывает для того, чтобы разорвать эту завесу невежества. Самое страшное в начале пути мышления самоуверенность в своем знании. Это был первый момент. Это Платон использует эти истории для того, чтобы этот Сократический разговор передать. Поворот. Знание своего незнания, зная, что ничего не знаю, связано с сакральной фразой «Знай себя». В прошлом году я не объединял эти две связанные вещи. Я знаю себя, когда обнаруживаю границы человеческой мудрости. Я знаю себя, когда начинаю видеть недостаток внутри своего духа. Некий пробел, некое пустое пространство. Я понимаю, что я должен пуститься в путешествие. Мы говорили в конце первой пары, почему люди не начинают путешествие духовное. Потому что они уверены в самодостаточности своей. Сократовская мудрость, знание своего незнания указывает нам на очень важный момент. Оно указывает на то, что я вижу, как внутри меня, я вижу свои границы. Я вижу, что я многого не знаю. И начинается путь. И Платон усиливает эту фразу Сократа следующим образом. Сейчас давайте пять минут порассуждаем на эту тему. Он хочет сказать, что знание своего незнания, вхождение в внутреннее пространство своего духа сразу противопоставляет в нас эти два момента. С одной стороны, мы уже что-то знаем, мы видим свою ограниченность. Но если мы усматриваем свою ограниченность, мы начинаем путь по ее преодолению. Сделать шаг вперед может только тот, кто впервые осознает свою ограниченность и недостаточность, которая начинается как мотив, порыв или эротическая страсть преодоления ограниченности. Большинство невеж самоуверены, с ними трудно говорить. Они уверены, что они что-то знают. Сократ мудрец потому, что он начинает этот путь. И вот здесь Платон и приходит со своей философией. Он говорит, мы знаем, что человеческое знание ничего не стоит, но в глубинах нашего духа есть некие основания, которые показывают нам на источнике знания уже нечеловеческого. И здесь впервые возникает, наберитесь терпения, обоснование науки у Платона. До Платона не существовало науки. Наука по-гречески «эпистемы» записана. Эпистемы. Сейчас я покажу кратко, что понимает под наукой Платон. Это связано прямо с тем, что я говорил о пути внутрь и о источниках объективности внутри нас. Итак, Платон говорит, что есть у нас просто мнение о чем-либо. Например, я думаю, что Украина справедливая страна. Или я думаю, что скоро придут новые политики. Это то, что по-гречески называется мнение. Докса. Докса — это мое мнение. Назовем это субъективной позицией. Понятно, что такое мнение? Мнение, когда я говорю, я так считаю, мне так кажется. Мне так кажется, я так чувствую. Так вот, Платон говорит, знание отличается от мнения одной маленькой деталью. Тот, кто мнит, не может это обосновать. Например, я говорю, Украина справедливая страна. Платон спрашивает, а почему? Какие основания у тебя так считать? Возникает вопрос об основаниях. По-гречески он употребляет термин «логос». Основание. Логос — это также и слово, и язык, но в данном случае часто это основание. Докса становится эпистема или мнение становится знанием, когда мы включаем в игру вопрос об основаниях наших мнений. Что происходит тогда внутри духа? Мы отличаем в себе два важных момента. это великая наука развлечений. Мы должны спросить, что в нас в черепной коробке, что в нашем сознании? Только мнение от кого-то услышал, я так считаю, мне так кажется. Что в нас только мнение, а что в нас можно назвать знанием? Вот вам знание своего незнания, вот начинается внутренний процесс развлечения. я впервые начинаю вводить тест. Что кажется мне просто мнением, а что я знаю? Этот вопрос не задает себе 95% людей мира. Этот вопрос мало кого интересует обычно. Но в таком случае мы становимся слепыми заложниками влияний, манипуляций и различных сугестивных практик, потому что у нас нет критериев. Мы не знаем, чем отличается просто болтовня от обоснованных знаний. Мы действуем вне критериев. И в диалоге Федор Сократ подшучивает над одним софистом, Ритером, Федором. Он говорит, Федор, вот мое искусство выдавать что-то за другое. Если я убедительно тебе сообщаю о чем-то, это все достаточно. Блогер такой, Федор великий блогер. Если я убедительным образом, убедительной речью описываю тебе это, достаточно. Не обязательно, чтобы это было истинно. Я тебя убедил, знаете, властители дум нынешнего, властители мнений, убедительно говорит, все. Тогда Сократ, а вот ирония Сократа включается, он говорит, отлично, ты хочешь сказать, что если ты будешь описывать лошадь как осла, и я поверю, что лошадь это осел, то это достаточно. В таком случае лошадь будет ослом. И если ты добро пишешь как зло, от этого поменяется статус добра, то есть он показывает, что это не безобидные вещи. Внушение, влияние на незрелые умы, это не безобидные вещи. Можно описать добро как зло, можно все поменять местами, можно лошадь выдать за осла, можно невежду выдать за властителя дум, можно невежду выдать за философа, но при этом на уровне самой реальности невежда останется невеждой, осел останется ослом, конь останется конем. Сократ как бы спрашивает, мы можем выдавать одно за другое, но это опасная игра. Мы должны обосновывать и мы должны описывать саму реальность. Поэтому это развлечение, путь к знанию проходит через внутренний мир духа, потому что именно там включаться начинают критерии обоснования. Знать что-то, а не просто мнить означает предоставлять основания. Почему я так думаю? Можешь ли ты это обосновать, можешь ли это доказать, привести примеры? В ваших прекрасных конспектах должно быть написано знание в скобочках греческий язык, эпистемы, мнение в скобках по-гречески докса. Платон впервые в истории мысли выводит на сцену интеллектуального театра такого зверя как знание. До Платона такого зверя никто не знал в лицо. Знание это главный зверь западного мира. И Платон показывает что это за зверь. Это то, что требует работы обоснования. Доказательства, приведения примеров, процедуры обоснования. Этим занимается Сократ в диалогах Платона. И это возможно только во внутреннем мире. Поскольку внешний мир доказатель сдать не может. Он дает только иллюстрации. Сам по себе факт ничего не доказывает. Сам по себе голый факт, эмпирический факт не является обоснованием. Это и есть путь к объективности, который пролекает через внутреннее я. Таким образом, я вам объяснил, что суть сократического незнания, метафора, которую использует Платон. Обозначает первый шаг за границей невежества. Самый мудрый тот, кто опознает свою ограниченность. Первый шаг. Но второй шаг, я понимаю, что я должен начинать путешествие, начинать свой путь. Для этого я внутри произвожу развлечение между знанием и мнением. Я как бы спрашиваю, знаю это или нет, есть ли у меня основания так считают. И тогда вводится платоновская практика развития науки. Внутри духа не только объективность, но и возможность создавать знания. Вот о чем мы говорили. Внутри нас способность теоретизировать. Внутри нас. Только мы создаем знания. Мы люди, обладающие духом, именно потому, что у нас есть дух, внутренний мир, мы можем создавать знания. Стол не может создавать знания о себе самом. Прекрасная луна, которая сейчас полная, полнолуния, не может создавать знания о себе самой. И невежда не может понять, чем отличается знание от просто мнения. Это объяснение этой метафоры Платона. Заметьте себе еще раз красной нитью, что здесь в полумифической форме Платон вводит впервые понятие знания и науки. В такой форме наука впервые и проступает. Заниматься наукой, иметь знания, это не то, что просто утверждать что-либо. Слово докса знакомо? Нет, просто докса, это мнение. Докейн, это значит мнить, воображать что-либо. А как это коррелится с ортодоксом? Два значения докса греческого языка. Одно значение мнения, другое слава. Слава. Это слово тоже, как у нас, но имеет разное значение. Докса. В данном случае докса как мнение употребляют. А есть еще одно слово греческое докса означает слава. Отсюда ортодоксия, это правильно славить, буквально православие. Ортодоксия. Вообще ортодокс, ортос правильный. Вот когда вы идете к современному продвинутому зубному, там есть ортодонты. Люди, изучающие правильные зубы и делающие вам правильные зубы. Истинные зубы делают. Не доксические зубы, а такие ортос. Правильно. Еще вопросы? Мы перейдем. Пожалуйста. Скажите, что такое диалог в платонах? Кто начал сказать с лобой? Почему именно оно возникло? Мне интересно, на каком этапе оно возникло? На этапе платоновских диалогов. Я говорил на первых парах, и в прошлом году я подробно на этом останавливался, сейчас кратко опять. Греческий язык не знал терминов, и поэтому у Платона диалоги особо интересны. Там превращаются обычные слова в термины. Как они это делают, спросим? Как это волшебство происходит? Очень просто. Привычные слова ставятся в необычные контексты. Слово эпистемия было известно, но оно вдруг ставится в таком контексте, который дает нам термин. Я приводил пример, не боюсь профторов, те, кто будет нас смотреть, пусть не обижаются, но мне важнее аудитория, чем зрители. Я приводил пример из диалога Теотет, слово эйдос, которое употребляет Платон. Для него мир состоит из эйдосов, то есть идей. И он впервые начинает, а по-гречески это означало просто внешний вид. Эйдос это внешний вид, чувственный вид. внешний вид этой бутылки и внешний вид этой чашки это эйдосы. Платон стал употреблять эти термины в прямо противоположном значении. Эйдос это то, что нельзя чувственно увидеть, это то, к чему можно только мысленно прийти, с помощью мышления. Эйдосы это факты сознания, их нельзя чувственно воспринять. И для того, чтобы это проиллюстрировать, он часто использует эйдос то в привычном греческом значении, обыденном, то в философском. И в диалоге Теотет мы видим употребление и такие, и такие. В обыденном значении он употребляет это так, он знакомит математика, точнее Теодор знакомит его с юношей Теотетом. Гением математическим. Этот юноша похож на Сократа. Отсюда будет аллюзия на подражание богам и маифтическое искусство. Как бы Сократ общается со своим отражением молодости. Там очень много контекстов. Я читаю уже три десятилетия Платона, все вижу новый-новый контекст. Они между собой говорят. И он еще юноша, не очень красивый. И Сократ, говоря с ним, употребляет очень много разных намеков, метафор. И в одном месте он говорит, что если юноша сбрасывает плащ, то все видят его эйдос. Голое тело юноши, все видят его эйдос. То есть голый торс, голое тело. Здесь плащ как бы внешняя оболочка скрывающая тело. Но в этом же диалоге, когда исследуется, что есть знание, истинное мнение и так далее, знание как истинное мнение, мы понимаем эти аналогии чувственные и интеллектуальные. По Платону эйдос то, что требует сбрасывания внешних материальных оболочек. Мысль спрашивает за тем, что видит чувственность. И чтобы постигать эйдосы в платонизме мы должны идти от чувственных вещей к их нечувственным структурам. Мы как бы сбрасываем с вещи его внешний плащ материальный. И проступает интеллектуальный образ эйдос. Это пример того, как обычное слово внешний вид прямо противоположно меняет значение. А это означало до Платона просто внешний вид, а в диалогах начинает играть как интеллектуальный образ, который чувственно нельзя увидеть. Я здесь привел пример, как срабатывают новые контексты, где привычные слова становятся терминами. И так все. Сущность усия, природа фьюсис и многое, многое, многое другое. Все эти слова вдруг появляются в необычных контекстах. А диалоги так сам Платон называет свои другие? Нет, он не называет, так сейчас я перейду к этому, кстати. Называет по-разному, но мы видим там постоянный глагол диалогистай в разговорах. Диалогистай, то есть разговор между собеседниками. Философия как диалогистай, то есть диалогизирование. Еще вопросы можно? Да? Я еще потом показали, как интересным образом слова превращаются в символы. Да, или в понятие. Когда они превращаются в символы, они начинают сейчас действовать и другое воздействие. Очень просто. Давайте сейчас эксперимент проведем. Я такой рискованный с моей стороны. Я не готовился. Вот, например, это если бы в начале алфавит языки возникают как образы. Например, такая буква может быть человек с лопатой, тут ведро с картошкой и так далее. Это первая буква. А она еще привязана к образности. И иероглифы китайские, японские, они еще ближе к картинкам. Но именно семитские языки и потом за ними пошел древнегреческий вместо картинок создают вообще символы. И тогда возникает такая буква заглавная как вот это дельта, например. Или вот эта буква или пи. Возникают символы. За ними когда-то стояли картинки. Поэтому интересно, что мы вместе с китайцами и японцами читая какие-либо тексты задействованы разные полушария. У японцев и китайцев, когда они читают свои иероглифы, задействована правая полушария. А у нас с вами левая полушария. Поскольку мы мыслим символически, а они воспринимают текст образно. Иероглифы ближе к картинкам. Но как только мы получаем эти символы, мы получаем над миром небывалую власть, потому что создавая алфавит, мы шифруем нашу живую речь в сочетании символов. Мы становимся существами символическими. Помним наши первые две лекции. Поэтому создание алфавита и философия тесно связаны у греков. Тогда еще не было маленьких букв, писали большими. Без точек, без запятых, без знаков припинания. Сплошные линии больших букв. Можете себе представить? Я в детстве так писал романы в шесть лет. Такие большие, 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 большие буквы. Все за главным. Ребеноку бросается в глаза большие буквы. Надо стать взрослым, чтобы писать маленькими. Вот так символы, и когда символы возникают, точно так же возникают потом у Гуссерля есть интересное в начале трактата о феноменологии, там, где Лебенсвельт, о кризисе европейских наук. Он говорит, как геометрия вырастает из геодезии, землемерия. В начале землемер меряет землю. Для него это реальная земля и реальное расстояние. А потом вдруг возникает учение об идеальных фигурах, идеальном измерении. Когда земля уже не нужна, песок уже не нужен, лес уже не нужен, и мы занимаемся чистыми измерениями, иногда даже в сознании, не чертя на доске или на бумаге. Точно так же, когда мы создаем карты звездного неба или карты географические, это все события одного и того же ряда. Это создает наше мышление. То есть наше сознание как бы соткано из разного рода символов. И они позволяют нам что делать? Давайте закончим, как юноша сбросил свой плащ. Платон учит нас рассматривать фундаментальные структуры реальности, а теперь с помощью символов мы куда можем шагнуть? Мы можем подняться над Землей и космосом. И мы становимся существами, спрашивающими о странных вещах, о возникновении жизни, о возникновении цивилизации, о возникновении космоса, о сложнейших процессах, которые нельзя увидеть, пощупать и понюхать. мы можем задавать эти вопросы только потому, что мы символические существа. Символы позволяют нам преодолевать пространство и время и спрашивать об истоках космоса, пускаться в мельчайшие элементы мира исследовать, которые фактически не действуют уже как материальные частицы. Это фактически продукты нашего воображения. Продукты нашего воображения, продукты нашей мысли. Там, например, сложнейшие вещи, связанные с физикой, с химией, с биологией, это уже что-то, переходящее границы чувственного мира. Это все тоже определенные символы, претендующие на описание мира, но это не чувственная реальность. Я хотел бы закончить этот пример. Видите, как далеко действует наша сила. Как только мы освоили символику, мы обрели власть переступать вот эти границы. Мы с вами об этом говорили в прошлый раз на третьей и четвертой лекции. Я еще раз к этому вернулся, что мы для себя это уяснили. И точно так же Платон, открыв что такое наука, открывает новую историю человечества. И теперь заниматься знаниями наукой значит искать обоснования, искать примеры, искать обоснования. Человек создаёт знания. Это так вот он считает, что мы не познаём идеи, мы создаём. Человек является источником знания, либо он познаёт идеи, которые уже существуют, либо он создаёт. вопрос все слышали? Мы создаём знания или воспроизводим? Правильно кратко? воспроизводим, а ну можно так сказать мы познаём. Просто познаём? То, что вне нас. То, что вне нас. Ищем, что-то познаём, что-то открываем. Или это как творчество? мы создаём всё, что-то чем отличить творчество от познания физики. Я понимаю вопрос. Мне просто часто приходится на такие вопросы отвечать, поэтому у меня такие работают блоки, пластинки. Я хотел бы уходить от них, но раз вопросы задаются, я отвечаю. В мире есть два подхода, два ответа на этот вопрос. Назовём это ответом Платона и ответом Канта. Понятно, что за ними стоят многие имена современные тоже. Ответ Платона такой. Мы не создаём знание, мы его воспроизводим. Мы приёмники, передатчики. Наш дух передаёт фундаментальные структуры реальности. И наша активность только в том, чтобы прийти к этим структурам вне нас существующим. Задача философа настроиться на реальность. Философия это искусство настраивания скрипки, которое может уловить мировую гармонию. Она не создаёт музыку, наша душа, она настраивается на восприятие того, что есть вне нас. Вне нас объективные смыслы, вот идеи это объективные смыслы, они вне нас. Но душа наша, как скрипка благородная, настраивается на восприятие идей. И задача философа настроить душу собеседника, чтобы возникла гармония души, способная воспринять внешние смыслы. Понятен ответ? Смыслы вне нас. То, что называется знаниями, наукой вне нас. Задача только думающего, мыслящего настроиться на восприятие этих смыслов. Ответ Канта другой. Вне нас есть что-то, что непостижимо. Поэтому мы создаем смыслы. Знание человеческое это творчество конструирования. По Платону знание не создается, а воспроизводится. Мы настраиваемся на объективные смыслы. А Кан говорит, нет, мы привносим смыслы в мир. То, что мы называем смыслами, создано нами. когда мы говорим, что нечто имеет смысл, это значит, что мы эти смыслы привносим. Например, вот мы говорили о Первомировой, в мире нет объективных причин и следствия, говорит Кант. Причины и следствия это то, что мы привносим, описывая мир вне нас. Понятен ответ? Вот две позиции. Одна из них. Мы не создаем, а воспроизводим, воспринимаем внешние смыслы. Платон. У вас там в конспектах может быть это отражено. Второй рисунок Кант. Мы создаем смыслы. Человек творец науки. Человек творец смыслов. По Платону истина вне нас. По Канту истина это то, что мы делаем с миром. или, как говорил отец американского прагматизма Пирс Чарльз. Истина это то, что происходит с вещами. Это не сами, а то, что с ними происходит, а приключения, которые мы сами решаем, которые мы сами задаем. По Платону истина это великое слово, это то, что объективно существует, и философ должен ее обнаружить. А по Канту и по Пирсу, следуя им, истина это то, что случается, и мы здесь режиссеры этого случения. Я говорил, что тексты древних философов дошли только в маленьких фрагментах, а тексты Платона как прекрасно это звучит, полностью. 23 диалога аутентичных, еще где-то 11 сомнительных, но перед нами весь корпус Платона. Вопрос, как же так? Ведь многие жившие после него, авторы стоики, тоже дошли во фрагментах древней стоики греческие, а они жили почти сто лет спустя после Платона. Кто сохранил эти тексты, как они дошли до нас, и вообще в каком виде тексты жили, в каком они существовали? Совершим маленькое путешествие. Тексты сохранялись благодаря школе, которая передавала из уст в уста учения Платона, и письменно, и устно, переписывали манускрипты. Но поскольку философы были узкой группой интеллектуалов, маленькой группой элиты, от них почти не дошло никаких, не то, что полных текстов, а вообще почти ничего. И они существовали вот в каких формах. Форма книги была, это были папирусы. Сейчас я не буду говорить, что папирусы, можете опустить по рядам, посмотреть. Это фрагмент диалога Пир, а это еще один фрагмент из диалога. Вот что до нас дошло. Незначительные фрагменты диалогов Платона. И если бы только античные источники, мы бы знали о Платоне как авторе, умещающемся на трех страницах. Потому что это где-то тоже начало уже второй-третий век нашей эры, то более древний манускрипт, можете пускать по рядам. И спасли тексты Платона, в прошлом году я на первых парах говорил, византийские монахи, очень строгого устава студийского монастыря в Константинополе. Почему-то взбрело в голову этим монахам увлекаться Платоном, Гомером. И они составляли список текстов. До них доходили другие тексты, более древние, которые где-то исчезли, пропали и так далее. Но один из них патриарх Фотий, один из виновников раскола, еще прото-раскола, тогда еще церковь не раскололась, но первый конфликт с Римом был. Патриарх Фотий был ярким любителем Платона. И он попросил, чтобы все диалоги Платона ему сделали в двух таких томах манускриптов. Нет книги, что они печатали еще. Еще же не было Гутенберга. Немцев же еще не было в греках в монастырях. Если бы они появились, там уже печатать стали. Немцы такие. Их когда-то поселение начинает сразу науку свою. Лютер сразу печатал. Нет, немцев еще не было. Поэтому книги переписывались руками, вручную. И двухтомник Фотия по заказу Фотия был сделан с разных рукописей, но, к сожалению, тоже пропал. А вот один из подвижников Фотия, один из епископов, заказал одному каллиграфу, и мы даже знаем имя этого каллиграфа, копию с двухтомника патриарха Фотии. Копию с двухтомника патриарха Фотии. И эта копия до нас дошла как самый древний полный свод текстов Платона. Девятый век нашей эры. Когда писал Платон, Академия возникла в 387 году до нашей эры. Он умер в 347 году до нашей эры. 3-4-7 до нашей эры. 3-4-7. А первый древний полный текст его в 9 век нашей эры. Сколько математики посчитайте? Сколько столетий прошло? 4-й век до нашей эры, 9-й век нашей эры. Сколько? Примерно 13 столетий, 1300 лет. Представляете, мы живем, отчитайте 1300 лет назад наша история. Это какой был год? То есть, мы еще не приняли крещение, у нас еще нет ничего, никакой государственности, ничего внятного, и вообще еще ничего нет. Хаос. Под ними хаос шевелится, как говорил один поэт. все рукописи за эти тысячи лет исчезли, но интерес византийских монахов к Платону позволил Платону сохраниться в вечность, в истории человечества. Я вам покажу страницу этого самого древнего рукописного издания Платона, можете пускай там порядок, это как раз известного каллиграфа копии со списка патриархов Хоти. Византийские монахи сохранили нам Платон, благодаря их прилежанию, труду в монастыре, кроме эпитимии, многих молитв, постов, они еще переписывали Платона. Тем самым дошли до нас эти произведения. Есть у кого-то Платон с собой, вдруг носит с собой. Галя, у вас есть Платон? О, есть, с погенацией. Пишите волшебное слово в конспектах пагенация. П первого лука, пагенация. То есть постраничное цитирование, страницы. Пагина это по-латыни страница. Способ цитирования пагенация. Мы сегодня совершим наш последний шаг. Так вот, в середине 16 века уже нашей эры один француз Этьен, его латинское имя Стефанус, решил издать уже печатно Платона. Вот это обложка 1578 год. Издание Стефануса парижское. И он пошел на такой, поскольку технологии уже тогда были крутые, интеллектуальные, издал тексты билингвые, двуязычные. Был текст греческого оригинала и новый латинский перевод в двух колонках. Это обложка одного из томов Стефануса. И для того, чтобы облегчить читателям восприятие, он сделал так. Он разбил каждую страничку на пять частей, обозначив их буквами А, Б, С, Д, Э. Пять букв. Чтобы по абзацам было легче воспринимать тексты Платона. Стефанус. 1, 5, 7, 8. Эта знаменитая погенация Стефануса вошла во все издания Платона мировые и до сих пор используется для того, чтобы нам искать те же самые фрагменты. И вот то, что дала нам Галя. Вот в хороших изданиях Платона, это, кстати, тест на хорошее плохое издание, когда есть на полях погенация Стефануса. Например, 94, А, Б, С, Д и дальше. Тут советское издание, переизданная страница, это ерунда. А вот это международное цитирование. Цитируя все диалоги каждый издатель воспроизводит погенацию Стефануса. И тогда мы можем общаться с англичанами, с канадцами, с французами, с китайцами, обсуждать диалог Платона. У нас всех будет одинаковый способ цитирования. Это способ цитирования Стефануса. Когда вы читаете своим ограниченным зрением, каждый из нас ограниченный человек никого не обидел. Все мы ограничены. Помните? Теперь вы знаете, что признать свою ограниченность значит быть самым мудрым человеком на земле подобно Сократу. Мы уравниваем себя с Сократом. Так вот, когда мы читаем, мы ограничены, но когда мы анализируем текст вместе, возникает чудо. Мы понимаем, что истина многоплановая, и мы сразу имеем оптически усложненный взгляд. Мы сами порождаем знания тут и теперь, порождаем интерпретации, новые смыслы. В прошлом году мы так делали с диалогом Евтифрон. Вика записала и смонтировала этот двух с половиной часовой разговор так, чтобы это не было сильно растянуто. По-моему, там где-то полтора часа, чуть больше. Но, естественно, это было почти две пары. Многие почувствовали, как важно высказываться и анализировать. То же самое мы сделаем в следующий раз. Вы обретете великую силу. Вот вы почувствуете, что я вас вселю некую силу, которой у вас не было. И вам захочется потом еще, но уже он не будет наших занятий. Вы будете делать это уже самостоятельно. Но вдохнуть в себя эту силу очень важно. А я вам помогу. А без меня вы это не сможете сделать. Не потому, что я такой нескромный, а потому, что так оно и есть. Без моей помощи. Я буду вам помогать, а сами вы будете анализировать. Еще вопрос, пожалуйста. Краткий ответ. Какие переводчики есть, Платона? Какие переводы? Может, ориентироваться, и они все... Переводов много, но мы должны ориентироваться на четырехтомник философской наследия. Там очень хорошие переводы. Потому что переводы Платона начинаются с 18 века. Гуляет в интернете творение велимудрого Платона. Один киевлянин перевел священник. Велимудрый Платон. Вот там язык так язык. 18 века язык. Вы его сейчас не поймете. А вот в том более современной переводе. Причем от очень хорошего качества многие из них. Вы можете для сравнения взять украинские и русские переводы. Сравнить их между собой. Кто читает на других языках, может взять английский, французский, польский, немецкий. Мы договоримся. А что с украинским? Что с украинским? Ну, он украинский, а русский — русский. А просто украинский перевод украинский перевод. Украинский перевод. государство. Как литературная вещь, нормальная. Я вот как редактор часто с этим имею дело. То есть, задача была, человек не знает, что это философский текст. И он передает его вот как ему душа пожелала, поэтическая. И текст непонятен. Поэтому лучшее, конечно, это немецкий. Самый лучший — это французский перевод. Один из лучших — французский перевод. Но французский язык хуже греческого. Не будем учиться. Не будем... Что? Поэтому читайте оригинал. Ну, вы же меня понимаете сразу. Я это имел в виду. Оригинал можно смотреть. Я принесу. У меня будет греческий текст, поэтому я буду потрясать им, освещать аудиторию. Греческим текстом. Тут, видите, будет свет, струится свет, лучи света, солнце. Вы видите. То есть будет дрожать земля, световые пятна, будут обмороки, интеллектуальные экстазы. Вот это все будет. Если вы решитесь прочитать вместе с другими людьми, если вы не испугаетесь экстазов, женщины не боятся некоторые, а вдруг не вернусь в нормальное состояние. Да, последний вопрос. За кадром. За кадром. Какие сохранились работы Платона до 12-ти столетий, до 13-ти столетий? Передавалась традиция, передавались тексты, но они погибали, потому что носители были уязвимы. Понимаете? Школа помогла сохранить. Школа передавала эти тексты, переписывала, переписывала, переписывала. Если бы школа не делала усилий, то на каком-то моменте истории пресеклась бы традиция. Я это говорил в прошлом году, что если нет потребности и интереса у нового поколения исполнять Баха, то вначале Бах, вот если у нас нет интернета и нет просто партитура, то вначале Бах лежит просто в какой-то монастырской библиотеке или в каком-то университете Шевченко, в Максимовиче библиотеке. Потом, в единственном экземпляре или в двух экземплярах Баха, потом появляются такие мышки, которые очень любят есть партитуры. И вот мышка пробежала, партитуру отгрызла кусочек. А потом студента два решила покурить. Вдали от всех. Покурила. Раз, пожар. Как всегда у нас традиция. Пожар, все сгорело. Все, конец. Но в конце концов то, что осталось в старые храмы библиотеки ЦНБ, но крыша протекала, сырость, и часть была намочена, часть съел грибок. Короче, сплошные враги. Мышки грызут, огонь сжигает, вода поливает, и все это исчезает. Но поскольку мы не переписали партитуру Баха, у нас оставались только эти партитуры в единственном экземпляре. Вот эта мышка, студенты курящие, и все, Баха нет, теперь мы не знаем, кто это. Я говорю, да, великий композитор, но никто его не слышал. А напой мне Баха. Ну, я напил немножко, да. Это Бах, точно, не Моцарт? Ну, мне говорила прапрабабушка, что это Бах. Ну, вот и так традиция сберегается. Вот почему. Традиция — это воля к культуре, интерес к великим идеям, которые переписываются и передаются. Но в конце концов, монахи донесли до нас первые, самые древние рукописи всего Платона, 9 век нашей эры. Список патриарха Фотии. Субтитры создавал DimaTorzok